Всем привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. В этом видео я пришел к вам с роботом-пылесосом. Мы продолжаем серию материалов о том, какой техникой пользуюсь я. Ну, потому что вы спрашиваете в комментариях, ну и почему бы, собственно, не поделиться этой информацией. Вот он какой. Это робот-пылесос, которым я пользуюсь уже около двух лет. В принципе, для робота это уже серьезный такой опыт, и можно сделать выводы. Это Dreamy, да. Ну, в общем, мы оставим ссылку. У нас есть обзор этого робота, так что можно посмотреть все про него подробно. Максимально я вот самое главное расскажу. Скидаром для меня это обязательно, потому что наиболее эффективная навигация. Раз навигация эффективная, то и уборка. Она лучше, быстрее, что потихонечку становится все более важно, потому что ресурс-аккумулятор же, он, в общем-то, тратится, да. И вот чем быстрее уборка, тем лучше, тем, собственно, он качественно всего берет. Но пока, честно говоря, вот для своей квартиры проблем с аккумулятором я не наблюдаю. Он у меня нормально все убирает, на все хватает, потом заряжается и очищается. Про очистку чуть позже еще поговорю. Поговорим. Лидар, как обычно, набор датчиков по бокам. Здесь снизу датчики высоты. Ну, в общем, все, как обычно, у классического робота-пылесоса. Здесь у него одна щетка, не две. Это вечная тема, сколько лучше. Опять же, вот в своей квартире я не замечаю каких-то проблем с тем, что у меня там где-то остается мусор. Ну, в общем, качество уборки меня устраивает. Что за два года с ним случилось вообще, да? Смотрите, сама щеточка, она даже не вот как-то не растрепалась особо, что, в общем, хорошо. Пока не нужно ее менять. Вот эта щетка основная, да, здесь уже есть некоторые повреждения вот именно на резиновой для его части. Резиновые лепестки, они потихонечку приходят в негодность. Ну, я думаю, что еще, может быть, полгодика-годик, и нужно будет ее поменять. Купить ее, в общем-то, можно вполне. Ну, вот с опытом эксплуатации я пришел к тому, что мне удобна его конфигурация вот с контейнером для воды. То есть он у меня каждый день, по будням, сам по расписанию уезжает убирать и делает такую, ну, легкую влажную уборку. Есть, можно еще сделать такую более интенсивную влажную уборку. Эта функция есть, но тогда на всю квартиру не хватает воды, а поскольку меня может не быть дома, то получится, что он там часть квартиры влажную уберет, а часть как-то на сухую. Это неправильно. Поэтому такая легкая влажная уборка, воды, объема контейнера хватает на всю квартиру. Ну, и мне хорошо, потому что у меня, в общем, все время чисто. Я такой, ммм, тут еще и влажная уборка была. Ну, круто, типа. Так, вот так это все работает у меня. Эта салфетка, она одна в комплекте, так что, ну, или после каждой уборочки, или там возле парочки, ее, конечно, желательно как-то промыть. Ну, и можно постирать в стиральной машине, это все стирается. А можно докупить еще парочек салфеток, и тогда у вас, ну, как-то с этим меньше проблем будет. На, что еще про него скажу? Да, здесь вот все, собственно, тоже по классике. Не так давно я почистил, помыл вот HEPA-фильтр. В принципе, я считаю, что он у меня еще, ну, норм, еще можно им пользоваться. Но можно и заменить его, это все продается, не так сложно все это приобрести. В принципе, стоит достаточно таких разумных денег. Ну, вот, никаких поломок у меня не происходило. То есть он нормально работал все эти два года. Да, важный момент, он с самоочисткой. Вон сзади стоит станция, и, конечно, она у меня так не стоит сидя на столе. Это для съемок поставили, она стоит на своем месте. И это очень круто, конечно, что он очищается сам, приезжает, что тебе не нужно после каждой или там пары уборок, это вот доставать этот контейнер, опять же, да, и как-то самому все это очищать. Потом просто мешок достал, когда он наполнился, и поменял его на другой, какой я это вот выбросил. Это очень круто, мне это очень нравится. Вот это вот такой прямо шаг вперед в технологиях роботов-пылесосов, который произошел там вот за последние годы. Круто. Управлять всем этим великолепием весьма удобно с мобильного приложения. Но, честно говоря, я вот разок там настройки сделал, и больше практически туда не захожу. А так приходят уведомления там, что уборка началась, что уборка закончилась, и так далее. И вообще в мобильном приложении много настроек полезных. Можно вот, исходя из ситуации вашей уборочной, назовем ее так, поменять, если это необходимо. В общем, в этом плане тоже какие-то претензии за два года у меня не возникло. Повторюсь, что по качеству уборки меня все устраивает. Ну, у меня такая простая ситуация для него, конечно. У меня нет ковров. Даже ковер, который был у меня вот в зоне гостиной, я убрал, потому что мне надоел. И теперь роботов-пылесос, ну, совсем хорошо, прям все удобно и нормально. Если мне не лень, я даже еще вот эти шторы, я их приподнимаю, чтобы он совсем вот к стене подъезжал, и чтобы совсем у меня дом был чисто. Ну, в общем, это уже такая подготовка квартиры. Где-то, конечно, где может быть больше ковров, мебели, где-то будет посложнее. Но меня в моей квартире качество уборки полностью устраивает. Если бы не он, честно говоря, то ленивый я. Ну, ладно, не зарос бы грязью, но, в общем, мне было бы сложнее. Ну, вот так, это был мой робот-пылесос на канале Тостер. Мы из домашней техники сенсации не делаем, просто рассказываем, показываем о том, как она реально работает. И показываем в том числе и вот на протяжении времени. Напомню, около пары лет я пользуюсь этим роботом, ну, и планирую продолжать. Подписывайтесь на канал. Есть мы еще в Яндекс.Дзене, в Телеграме, на Тостер.ру, вообще в соцсетях, в ВК тоже. И там не только наши видео, но и много другой полезной информации о доме и быте от команды Тостер. Ну, все, пока, до новых обзоров и тестов.